Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. В 2023 году исполняется 110 лет со дня рождения замечательного писателя, имя которого носит наша библиотека. Мы предлагаем вам познакомиться с биографией Евгения Коковина и его книгами. Евгений Степанович Коковин родился в 1913 году в Соломболе. В 1927 году он поступил в морскую школу и через три года получил диплом судового машиниста. Ходил на каботажных судах, побывал в Омеге и Низине, на Новой Земле, на Печоре и в Мурманске. Эти поездки дали ему интересный материал для будущей творческой работы. Коковин работал журналистом, был собственным корреспондентом ряда газет, два года трудился в Москве в издательстве «Молодая гвардия». В годы Великой Отечественной войны военный корреспондент на Карельском фронте. В 1939 году в Архангельском книжном издательстве вышел первый сборник рассказов «Возвращение корабля». Затем были изданы книги «Гарнизон маленькой крепости. Вожак санитарной упряжки». В юности Евгений Коковин познакомился с Аркадием Петровичем Гайдаром, который в те годы работал в архангельской газете «Волна». Знаменитый детский писатель подсказал Коковину идею написания повести о соломбольских мальчишках. Так родилась повесть «Детство в Соломболе», которая вышла в свет в 1947 году. В ней нашли отражение события, свидетелем которых в детстве был сам писатель. Революция, гражданская война и интервенция на севере. Успех книги и просьбы читателей побудили писателя продолжить рассказ о судьбе героев. В 1951 году выходит вторая часть повести «Морская школа», а еще через шесть лет, третья, первая любовь. В 60-е и 70-е годы XX века Евгений Степанович Коковин все чаще обращается к своему основному адресату – читателям младшего и среднего школьного возраста. Только в последние десятилетия жизни писателя вышли его книги «Ученик тигробоя», «В корабле моего детства мы поднимаем «Якоря», «День да», экипаж Боцмана Рябова и уже после смерти автора «Гости из Заполярья». Именно в этих книгах раскрылись лучшие стороны дарования Коковина как певца детства. Евгений Коковин говорил «Моя главная тема – море, север, портовый город, мои герои – советские ребята, моряки, полярники, мои читатели в основном – дети и молодежь». Давайте поближе познакомимся с книгами писателя. Думчивым читателям, а также любителям душесчипательных историй рекомендуем к прочтению книгу «Вожак санитарной упряжки». Это повесть о военной издовой собаке по кличке Малыш и ее нелегкой фронтовой судьбе. Малыш привык к разрывам мин и снарядов. При взрыве он мгновенно приникал к земле, чутко вслушиваясь в медлительный посвист смертоносного металла. Он не ждал команды «Ползи», сам инстинктивно чувствуя опасность. У опытной юнты он научился выбирать в пути укрытия бугры и ложбинки, воронки от снарядов. Малыша бойцам подарили соломбальские ребята, о судьбе которых вы тоже узнаете, прочитав повесть Евгения Кокровина «Вожак санитарной упряжки». Стоит отметить, что эта книга издавалась в Румынии. Много необыкновенных историй произошло с 15-копеечной монетой «Диньдаг». «Диньдагу» пришлось совершить путешествие в чужую страну, где его похитили у коллекционера монет. А однажды он едва не утонул. И лежать бы ему всю жизнь на дне реки, если бы не спас его английский мальчик Роб. Об удивительных приключениях Диньдага, возвратившегося в конце книжки на родину, рассказывает веселая повесть-сказка Евгения Степановича Кокровина. В Архангельске все жители от мала до велика знают о подвиге отважного русского человека по имени Иван Рябов, в честь которого назван большой океанский корабль. Он жил у Белого моря во времена Петра I и называли его «Северным Иваном Сусанином». Повесть Евгения Коковина «Экипаж ботсмана Рябова» или «Необыкновенные приключения маленьких матросов на большой реке» познакомит вас с архангельскими мальчишками и девчонками, которые на яле «Ласточка» отправились на поиски кафтана Ивана Рябова. Этот кафтан Петр I даровал отважному помору за его геройство в годы Северной войны. Путешествие сдружило ребят, научило выполнять любую работу с удовольствием, дарило им встречи с интересными людьми. Мы приглашаем вас совершить увлекательные путешествия вместе с героями повести Евгения Коковина «Экипаж ботсмана Рябова». Парусные гонки, спорт смелых и сильных, мужественных и решительных людей. Кроме того, это и красивейшее зрелище. Представьте широкую реку, залив или море и маленькие изящные судюнышки под огромными парусами, стремительно несущиеся от одного поворотного знака к другому, а потом к заветной цели, к финишу. Победит тот, кто искуснее владеет парусом, кто тоньше чувствует ветер, его малейшие изменения и капризы. Победит тот, у кого больше опыта и знаний, мастерства и сноровки. В повести Евгения Коковина «Белое крыло» рассказывается об архангельских яхтсменах, самозабвенно влюбленных в этот романтический спорт. Но не только о белокрылых яхтах, упорных тренировках и состязаниях ведет разговор писатель. Усложненные жизненными событиями взаимоотношения героев, их переживания и поступки составляют сюжетную основу повести. Сборные гости из Заполярии включают в себя повести и рассказы о моряках, о северной длине, о ребятах, которые с малых лет приобщаются к морскому делу. Повесть «Полярная гвоздика», рассказ «Гости из Заполярия» и «Соната Ветховена» посвящены жизни ненцев. Рассказ «Гости из Заполярия» знакомит читателей с ненецкой девочкой Леной Вылков, которая приехала с острова Новая Земля вместе с группой других детей посмотреть Архангельск. Девочке хочется поскорее познакомиться с городом. Она удивляется большому количеству проезжающих мимо машин, впервые в своей жизни видит трамвай, узнает, в каких школах учатся городские ребята и чем любят заниматься в свободное время. Желая увидеть все и сразу, Лена случайно отстает от своей группы и пропускает поход в цирк. Однако новое приятное знакомство с Андреем помогает девочке не менее весело и познавательно провести время. Отважным мальчишкам, будущим защитникам Родины, а также тем, кто неравнодушен к истории своей страны, предлагаем к прочтению сборник рассказов Евгения Каковина «Ученик тигробоя». В одной из рот эндского полка бережно хранится железная доска. В центре три отверстия, три пробоины от бронебойных пуль. Шла война. Зачисленный в противотанковую роту боец Николай Мальгин обучался военному делу. Саперной лопатой он рыл траншеи и окопы, возводил брустверы, готовясь к отправке на фронт. Рассказ «Ученик тигробоя» познакомит вас с подвигом Николая Мальгина, за который он получил звание Героя Советского Союза, а также с историей железной доски, пробитой бронебойными пулями. В книге вы также сможете прочесть рассказы, посвященные Аркадию Петровичу Гайдару. К 60-летию писателя издательство «Детская литература» выпустило книгу «Корабли моего детства». На ее страницах вы встретитесь не только с уже известными героями повестей детства в Соломболе и Полярная гвоздика, но и познакомитесь с новыми. Соломбальские мальчишки, герои рассказа «Корабли моего детства», чистили пароходные топки, познавая таким образом корабельную науку, путешествовали на шлюпках по Северной Двине и ее бесчисленным притокам, мечтая о больших настоящих кораблях и о покорении Арктики. Вышедшая в 1973 году книга «Улицы Архангельска. Рассказываю» поможет вам совершить экскурсию по старинному северному городу Архангельску и познакомиться с его достопримечательностями. Она расскажет вам о тех людях, чьи имена носят улицы города, поможет заглянуть в его историю, узнать, когда начал строиться Архангельск и что он из себя представлял в прошлом. Рассказ о городе сопровождается фотографиями и рисунками, чтобы вы, уважаемые читатели, смогли более отчетливо представить себе, как выглядел и чем жил город в разные исторические периоды. В этом обзоре представлены лишь некоторые книги Евгения Степановича Каповина. За свою жизнь автор успел написать и другие не менее увлекательные истории о моряках, жителях Заполярья и мальчишках-суворовцах. В фонде нашей библиотеки вы найдете сборники рассказов «Возвращение корабля» и «Мы поднимаем дикаря». Повести «Солнце в ночи» и «Жили на свете ребята». В музейной экспозиции при библиотеке хранится редкая книга «Повесть о суворовцах». Приглашаем всех желающих прикоснуться к творчеству Евгения Каповина и проникнуться жизнью саламбальских мальчишек начала XX века, а также отважных бойцов, моряков, полярников и коренных немцев. Желаем вам приятного чтения! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok